Продолжение следует... 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 Мы очень любим все хоккей, но для нас он всегда, для спорткомитета, немножко в другом качестве. Сейчас у нас с утра до вечера идут соревнования на нашей хоккейной арене в Курске, где холодно, где лед, где столкновение, а здесь очень уютная, красивая атмосфера. Но тем не менее, насколько я понимаю, страсти здесь кипят не менее серьезные, чем те, которые на больших хоккейных аренах. Еще одна мысль меня сейчас посетила, вот я на вскидочку посчитал, порядка сорока, даже, наверное, чуть больше площадочек стоит здесь хоккейных. И мне бы очень хотелось, учитывая, что у нас 28 муниципальных районов, плюс города, городские округа, ну где-то 33-35. Вот у меня мечта теперь появилась, что вот настоящая большая хоккейная коробка с срединскими местами, там от 200 до 1000 было в каждом районном центре и в каждом городе Курской области. Благодаря вот вашей вот такой замечательной атмосфере. Я хочу пожелать, как я всегда говорю, обойтись без травм, все-таки это спорт. Я хочу пожелать, чтобы победил сильнейший. Мне бы очень хотелось, конечно, видеть представителей Курской области в финальной пульке. А вам всем хороших, добрых дней, проведенных в Курске. Мне очень приятно приветствовать всех зарубежных гостей, которые приехали к нам. Приезжайте чаще. Спортивно-концертный комплекс принимает сейчас очень много больших международных соревнований. Здесь играет наша команда, премьер-лиги «Динамо Курск». Буквально 14-го мы играем с поляками здесь, с нашими обидчиками. Там они нас на 4 очка выиграли, 14-го они у нас. Поэтому приходите, приезжайте на наши соревнования, мы вам искренне рады. Я хочу передать слова на признательности и приветствие от губернатора Курской области Александра Николаевича Михайлова и первого заместителя губернатора Александра Сергеевича Зубарева. Удачи и пусть победит сильнейший. Спасибо. А сейчас хочу предоставить слово мэру города Курска Николаю Ивановичу Овчарову. Уважаемые участники турнира, дорогие друзья, искренне приветствую вас от имени администрации города Курска. И, конечно, поздравляю с участием в турнире. Поздравляю всех с наступившим уже Новым годом, Рождеством Христовым. И хочу пожелать всем добра, мира, что, к сожалению, не хватает нашей соседней братской Украине. И, конечно, тепла, уюта в каждой семье. И отрадно, что именно здесь у нас в Курске проходит открытый кубок города Курска. Это, конечно, благодаря огромной работе и инициативе отца Андрея. И я хочу ему выразить слово благодарности. Я знаю, что не так легко все это организовать. Сам вот являюсь представителем Автомобильной Федерации. И мы готовимся к проведению зимних ледовых гонок. Но вам никакая погода не может помешать. А нам, к сожалению, если вдруг плюсовая, то мы все равно не проведем. Поэтому очень интересный кубок, интересный вид спорта, настольный хоккей. И, конечно, хотелось бы, чтобы и наши куряне занимали здесь достойное место. Город Курск – город спортивный. Здесь живут олимпийские чемпионы. Валерий Чапыгин в 1976 году выиграл в Монреале на велосипеде. Николай Солодухин, дзюдо, в 80-й год Олимпиада. Евгения Ламанова, Александр Поветкин, вы знаете. Он всем, так сказать, начищает. Я извиняюсь. И наука отпускают. Поэтому мы в Курске стараемся, конечно, поддерживать развитие спорта. У нас более 400 организаций, которые занимаются спортом. Детские и юношки спортивной школы посещают более 6 тысяч человек. И, конечно, мы надеемся, что вырастут и будущие олимпийские чемпионы в городе Курске. Всех с праздником и с открытием Кубка города Курск по настольному хоккею. Уважаемые гости, сегодня в рамках нашего мероприятия запланировано такое очень удивительное событие для нашей лиги настольного хоккея. Сегодня мы вводим еще двух представителей в зал хоккейной славы. Они идут по номинации «Функционеры». И сейчас я хочу передать первую майку первому заместителю губернатора Курской области Зубарю Александру Сергеевичу через Александру Алексеевичу Чемарковичу. И второй человек, он находится здесь. Это человек, который самый первый признал лигу настольного хоккея, помог, оказал тоже содействие. Владимир Михайлович Харин. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я рад вас очередной раз всех уже знакомые лица, потому что так получилось, что практически на всех ваших соревнованиях приходится быть, поздравить с большим событием. Это уже пятый турнир, который проводится в городе Курске. Он набирает обороты, это очень приятно. И на первый взгляд, для посвященных кажется, что это какая-то так забава мелкая. А когда вникаешь в суть этого вопроса, это настоящий спорт. И самое главное, чем этот спорт отличается, на мой взгляд, и на равных играют и взрослые, и дети. И тяжело понять такое единение, где, в общем-то, может победить и взрослые, может и победить и семилетний ребенок, будем так говорить. Мне было очень приятно, как на одном из турниров, по-моему, из Белоруссии, маленький парнишка держал стойко флаг Белоруссии. И это так вот затронуло душу, и это элементы патриотического воспитания, потому что играет за свою страну, за свой город, и, значит, приносит славу, хоккейную славу нашему славному городу Курску. Еще раз всех с этим событием. Успехов всем командам, и чтобы победила дружба и спорт. Всего вам самого доброго. Сейчас хочу предоставить слово президенту Федерации настольного хоккея России Титову Алексею Анатольевичу. Приветствую всех участников Кубка Курска, курян, гостей города. Курск пять лет шел к этому событию, а именно включению в мировой тур и по достоинству смог утроить, удестерить свои усилия по организации. Я думаю, уже все успели оценить. У меня не одна сотня турниров за плечами, и этот турнир еще не начался, но по антуражу, по усилиям, по всему, что нас здесь окружает, я думаю, что это один из лучших турниров, которые я видел за всю свою карьеру игрока. Поэтому я поздравляю и организаторов, и всех участников с этим знаменательным событием. Я от себя отлично, и от Федерации. Я хочу поблагодарить главного организатора Александра Макушкина, который своими усилиями, своей энергией, своими стараниями устраивает для нас вот такую праздничную атмосферу. Я думаю, что аплодисментами мы поддержим его. И также у нас сегодня хотелось бы тоже от Федерации, от себя лично и от Курской лиги отметить вклад еще нескольких людей в работу по организации Кубка Курска. Это Вадим Ситников, которого все знают. Прошу. Вот такой диплом за вклад в развитие настольного хоккея бессменный помощник Александра Вадима Ситникова. И еще одна отдельная благодарность человеку, которого все знают, и тоже он на всех турнирах, и за неоценимый вклад в развитие тоже настольного хоккея, за участие председателю Курской лиги настольного хоккея, и протеерею Андрею Иванову. Аплодисменты. Ну, еще раз хочу сказать по организации. Вы, наверное, видите его трансляцию на Кубе. Она идет прямую на сайтах Федерации настольного хоккея, Курской лиги, Кубка Курска. Поэтому все ваши болельщики, родственники, близкие могут наблюдать за турниром живьем, что называется. И это тоже хороший такой момент. Плюс, обратили внимание, впервые используются площадки с логотипом чемпионата мира, который пройдет летом в Петербурге. И я надеюсь, что усилиями Курской лиги настольного хоккея скоро мы получим в сборную представителей именно Курской и Курской области, потому что такие усилия, которые здесь прикладываются к развитию настольного хоккея, и спасибо еще и всем высоким чинам и администрации за участие в жизни настольного хоккея, я думаю, не пройдут даром, а всем участникам спортивных успехов и побед, и честной игры. Спасибо. Хочу предоставить слово нашим гостям Михаилу Романовичу Шеломаеву. Он представляет Украину и является президентом Федерации настольного хоккея Украины. Всем добрый день. Я когда только вошел в этот зал, я сразу вспомнил Кубок Москвы 7-летней или 8-летней давности, когда на Динамо улице Лавочкина в Москве на Голес проводил этапки Кубка Москвы. Тогда Кубок Москвы был чуть ли не эталоном турниров. Вспомните, всегда пафосность, всегда приглашенные гости, Меладзе на открытие, Долина. Пусть здесь нет ни Меладзе, ни Долиной, но та душевность и духовность, которая приложена здесь, она намного круче, чем все российские поп-исполнители вместе взятые. Спасибо большое организаторам. Организаторам. Турнир, он еще не начался, по-моему, будет шикарный. Все, спасибо. Всех благ вам. Сейчас хочу предоставить слово нашему тоже другу нашей лиги Сергею Георгиевичу Проскурину. Добрый день. Я хочу поздравить всех с таким праздником организаторов и участников и пожелать побед. Мне очень приятно, потому что я находился у истоков организации Курской Федерации настольного хоккея. И вспоминаю, когда с отцом Андреем, с Александром Макушкиным мы, принимая участие в первых заседаниях, организовал встречу с Йораном Акдуром. У нас была встреча, которая дал большой толчок для развития спорта в Курске. Успехов всем, побед! Также хочу предоставить приветственное слово Ивану Леонидовичу Деревянченко. Добрый день, с Новым годом, с Рождеством Христовым. Я всех участников и гостей поздравляю. Я, как, наверное, самый такой старый фан, единственное, на каждом таком мероприятии я говорю, когда мне дадут шарф фановский, обещают, что вот-вот в этом году наконец-то он будет. Это правда? Я всех вас поздравляю с началом такого важного соревнования, и удачи вам, и успеха. Спасибо. Еще одно приветственное слово нашему гостю, Йорану Акдуру. С Рождеством. Великолепно, к Курске. Великолепно. Великолепно. Я говорю в сведеском, потому что Сергей Проскорин, он, он, он знает, что это перевод. Так что вы знаете. Великолепно, сейчас я говорю по-шведски. Великолепно, поздравление и привет вам от Скиги и от шведской, потому что ей приятно что здесь все что происходит и она принимает в этом участие. Я много раз играл со спортсменами, которые хендикапы, которые коллеги, которые нет таких возможностей. Но это дело не в окнабинные чувства, и ему нравилось этим заниматься. Недавно он разговаривал с Карл Янсом, который руководит Шведской Федерацией, организован. Он жизненный. В июне в Петербурге. Вärldсместер. Это планеры для мероприятий в Нью-Йорке. И также будет чемпионат мира в Нью-Йорке. В 2017. Он знает, что все это нуждается в деньгах. И он обещал выделить определенную сумму для этого. Не взяя на то, что рубль сейчас находится не очень. Ощущение от неустойчивости и неуверенности присутствует все равно. Но то, что происходит соревнования, это говорит о социальном состоянии, внутреннем состоянии, настройки, которые у нас есть. Но лучше мы будем играть не в агрессивные игры с оружием, а лучше наши игры будут мирные, вот такие как и сейчас. Так, добро пожаловать, и мы надеемся, что мы сможем получить очень хорошую культуру. Я очень рад, чтобы быть здесь. И я стою здесь и играю на тех, кто хочет играть на меня. Спасибо большое. Спасибо большое. Одним словом, он счастлив, что он принимает участие. Сейчас для вас мы исполним произведение, которое в какой-то степени написано для этого вечера. Боссанова. Участлива Субтитры создавал DimaTorzok 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 И завершающая часть церемонии открытия Это выставочный матч В котором сыграют Евгений Матанцев Украина и Сергей Иванов Еще хочу сказать, что у Евгения Матанцева Сегодня день рождения Давайте его поздравим Россия, Украина И приглашаю на символическое сбрасывание Александра Алексеевича, отца Андрея и Ивана Леонидовича Аплодисменты Аплодисменты День ночь Спасибо. 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 Евгений Матанцев, Украина, Сергей Иванов. Минуту сыграли, счет 0-0. Значит, для тех, кто не знает, Евгений Матанцев, Украина, сегодня исполнилось 9 лет. Его соперник Сергей Иванов из Курска, ему 12 лет, он 2002 года рождения. Пока по-прежнему 0-0. Идет вторая минута матча. Я думаю, что видно, что юные игроки волнуются, когда приковано такое внимание к их матчу, но тем не менее налицо технические возможности обоих. первый гол забивает Сергей Иванов к исходу второй минуты. Счет 1-0 в пользу Курянина. 2-0. Вот уже неплохая комбинация. 2-0 в пользу Сергея Иванова на экваторе матча. 2 с половиной минуты прошло. Ребята, мы по контрольному секундомеру играем. Это можно уже выключить, я думаю. выход 1 на 1 в исполнении Сергея Иванова. Нет, не удается забить третий гол. 2 минуты до конца игры. Еще одна попытка. 3-0. Еще один гол забивает Сергей Иванов. Копия второй шайбы. И до конца игры остается полторы минуты. Теперь настольный хоккейный буллит успешно реализует Евгений Матанцев. Забивает первую шайбу. В принципе, время еще есть для того, чтобы отыграться. Пока в соревновании буллитов ведет Евгений Матанцев. А по счету игры 3-1 впереди Сергей Иванов. Одна минута до окончания матча. Еще один буллит.